Здравствуйте! Тема нашего урока – регулирование природопользования. Вы научитесь анализировать и применять механизм регулирования природопользования по отраслям хозяйства и потребления. Для начала проведем краткую географическую разминку. Заполните таблицу «Классификация природопользования». Как вы знаете, природопользование делится на рациональное и нерациональное. Давайте проверим ответы. Рациональное природопользование – это деятельность человека, обеспечивающая экономное использование природных ресурсов и условий. Нерациональное – это деятельность человека, ведущая к истощению, исчезновению природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. Управление природопользованием в отраслях хозяйства и потребления. Природопользование делится на общее и специальное природопользование. Общее природопользование осуществляется на постоянной и бесплатной основе без применения природных ресурсов в пользовании. Специальное природопользование осуществляется на платной основе физическими или юридическими лицами с использованием природных ресурсов и эмиссий в окружающую среду, установленными в законодательном порядке, экологическим кодексом и иными законами Республики Казахстан. Рассмотрим механизм регулирования природопользования по отраслям промышленности, таким как нефтегазовая, металлургия, строительство, химическая промышленность, электроэнергетика, лесная промышленность, сельское хозяйство и угольная промышленность. Механизм регулирования природопользования в нефтегазовой отрасли. Нефтегазовый сектор – одна из ведущих отраслей экономики Казахстана, приносящая значительную часть налоговых поступлений в бюджет страны, экспортных доходов и являющаяся сектором интереса для прямых иностранных инвестиций. Оценка геоэкологических рисков в нефтегазовой отрасли. Определение интегрального взаимодействия в системе нефтегазовая промышленность, окружающая среда. Геоэкологические риски могут возникнуть при геологоразведочных работах, при добыче нефти и газа, при транспортировке нефти и газа и при переработке нефти и газа. Печальный факт. Пожарное месторождение Каламкас. 13 марта 2019 года в процессе строительства скважины на осложненном участке месторождения Каламкас произошло газоводопроявление техногенного характера. 25 марта произошло возгорание очага выброса газоводяной смеси. Экологи оценили ущерб в 100 миллионов тенге. Основные направления экологической политики нефтегазовой отрасли. Это минимизация негативного воздействия добычи нефти и газа на окружающую среду, повышение уровня промышленной и экологической безопасности, предупреждение и ликвидация аварий на трубопроводах, борьба с загрязнением почв и восстановлением земель. Механизм регулирования природопользования в металлургии. Как вы знаете, металлургия сильнейший загрязнитель природы. Около 40% всех промышленных выбросов приходится на эту отрасль народного хозяйства. Как же регулируется механизм природопользования в металлургии и обеспечивается экологическая безопасность металлургических предприятий? При превышении нормативов экологических эмиссий в окружающую среду на данные предприятия налагаются штрафы. Механизм регулирования природопользования в угольной промышленности. Добыча угля в бассейне оказывает негативное воздействие на состояние воздушной и водной среды, ландшафтов, земельных ресурсов. Воздушная среда подвергается пылевому загрязнению от горной техники из поверхностных разрезов, загрязняя почвы и растительность. Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения влечет за собой наложение штрафов на физических лиц до 25 МРП, на юридических лиц до 100 месячных расчетных показателей, а на субъектов крупного предпринимательства до 200 МРП. Лесная промышленность. Какой же вред наносит лесная промышленность на окружающую среду? Это неполное использование древесины, остается много отходов на лесосеках вдоль трасс-транспортировки леса и при лесопилении. Истощение лесов, прилегающих к железным дорогам и судоходным рекам. Незаконная порубка леса и повреждение деревьев и кустарников влечет предупреждение или штраф для физических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства или некоммерческими организациями. Механизм регулирования природопользования в электроэнергетике. Сельское хозяйство – отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием, едой и пищей, а также получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах мира. Сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, оказывает внушительное воздействие на экологическую среду. Изменяются ландшафты, а также идет воздействие на экологическую среду почв. Механизм регулирования природопользования в химической промышленности. Химическое загрязнение – поступление в окружающую среду загрязнителей в виде химических веществ, образующихся непосредственно в ходе естественных природно-антропогенных и антропогенных процессов. Основные экологические нормативы. Это предельно допустимая концентрация вредных веществ, ПДК, предельно допустимый уровень воздействия, ПДУ, предельно допустимый выброс вредных веществ, ПДВ, предельно допустимый сброс вредных веществ, ПДС, и предельно допустимая нагрузка на окружающую природную среду, ПДН. На сегодня внедрение наилучших доступных технологий в области экологии составляет около 10 лет. Области применения НДТ – химическая промышленность, металлургия, пищевая промышленность, строительство, топливо-энергетический комплекс, целлюлозно-бумажные комбинаты, сельское хозяйство, нефтехимия. Принципы регулирования природопользования Принцип снижения антропогенного воздействия на окружающую среду Принцип периодичности Принцип экологического сознания Делится на принцип публичности экологической информации, а также принцип экологической ответственности бизнеса. Эффективное управление экологическими рисками совершенствования системы управления представлены концепцией предоставления информации, стратегией передачи рисков, страхованием экологических рисков, гражданско-правовой ответственностью предприятий и построением информационных систем управления. Эффективное управление экологическими рисками Совершенствование системы управления, а также экологический менеджмент Это управление организационной культурой, управление природными ресурсами, управление циклами обращения отходов, управление экологической безопасностью, а также управление использованием энергии. На закрепление темы выполним задание Определите виды природопользования и дополните схему Проверьте себя Природопользование ресурсное Это использование отдельно взятого природного ресурса Отраслевое природопользование Это использование природных ресурсов в пределах одной отрасли хозяйства Территориальное природопользование Это использование природных ресурсов в пределах одной территории Выводы. На этом урок окончен. До свидания.